Кубок России Скажи, пожалуйста, как тебе дался сегодня выигрыш твоей категории, я считаю уже твоей, именно 100 кг и именно сегодня? Тяжело, потому что новая схема была у меня, подготовки и сушки, и сливы воды. Чувствовал себя, конечно, похуже, но зато результат налицо. Качество мышцы, качество, тонкость кожи. Сколько у тебя стартов уже было до этого момента? Шесть, по-моему. Ты уже шесть раз выходил на сцену, и результаты какие были? Абсолютные на Москве, абсолютно на области, ну и там Ярославль, там тоже абсолютки. А зачем столько стартов? Я от каждого старта, ну, мое такое мнение, становлюсь лучше, потому что прожимаюсь, как бы. Потому что любые соревнования, это прожимка такая, которая дома, перед зеркалом или в зале, так не прожмешься. И поэтому, в принципе, ну, я как бы к каждому старту отношусь, естественно, по-разному. То есть, чем серьезнее соревнования, тем и подготовка за неделю идет разная. Кто тебе помогал этой весной 2014 года в подготовке, кроме жены? Как последние уже, там, пять лет. Алексей Киреев, доктор Любер. Алексей Киреев, это тот самый доктор Любер? Понятно. А скажи мне, пожалуйста, чем он тебе конкретно помогал? Давай расширим, так сказать, круг его помощи, помощи. Ну, как бы, уже такого у нас отношения нет, такого, чтобы там расписывать какие-то программы, там, тренировок уже. Потому что я уже опытный атлет, но иногда возникают вопросы какие-то, на которые не можешь найти сам ответы там какие-то. Там что-то заболело, там что-то не так получается. Ты про цвет плавок, что ли? Нет, нет, я про именно подготовки к соревнованиям, это же целый год, какая-то, может быть, травма возникнет, какая-то проблема со здоровьем. То есть я к нему обращаюсь за советом, и он всегда подсказывает, какой принять, там, может быть, препарат, там, где-то что-то. Только к нему, а еще, может, к кому-то обращаешься? Просто сейчас модно просить совета у одного, второго, третьего и делать все по-своему. Нет, на самом деле, у меня круг общения очень узкий, только Алексей Киреев больше. Вот ты молодежи можешь сказать, что зачем нужен наставник, для чего нужен наставник и почему нужен наставник? Я вот об этом и говорю, что получается, что все все знают, как бы, да, и в интернете полно информации. Ну, вот иногда возникает вопрос, который ты не можешь найти, или такая двоякая, в интернете читаешь какие-то ответы, кто угодно там может писать какую-то полную ерунду. И нужен грамотный человек, который тебе точно скажет, как выйти из этого положения, в которое ты попал, на подготовку к соревнованию. Это может быть что угодно. То есть у меня там кишечник как-то заболел, что-то в желудке. Я не понял, что думал, что либо язва, либо что оказался обыкновенный спазм мышцы. Просто обыкновенный перетриировочный надрыв межреберной мышцы. То есть одумали, что уже на панкреатит там. То есть грамотный человек, который может, как бы, в какой-то момент, у меня паника уже была, что сезон накрылся. И вот, в принципе, оказалось, все не так все страшно. – Сколько ты кратный чемпион России в категории до 100 килограммов? – Первый раз я занял первое место. На Россию уже приезжаю четвертый раз и все время занимал третье место. – Так, пятый раз уже на России, но и три раза занимал третье место. – То есть у тебя сегодня праздник? – Да, сегодня праздник. – Ну, в общем, ты праздник, ты отмечаешь, я вижу, там, в кругу Московской Федерации бодибилдинга и фитнеса. Будь ласков, расскажи нам, пожалуйста, что-нибудь плохого или хорошего про эту федерацию. – Ну, плохого ничего не могу сказать. Я доволен, что, когда мы едем на чемпионат Москвы, нам оплачивают всю, там, какую-то спортивную одежду, там, костюмы московской сборной покупают, Олег организовывает, там, в принципе. Для организации таких вопросов у меня никаких нет. Может быть, если было бы неплохо, если какие-то проводились сборы Московской Федерации, которые готовились к чемпионату России, там, какие-то вопросы, может быть, решались перед соревнованиями. Олег Викторович, я надеюсь, что вы нас смотрите, и это пожелание, в том числе, от Дениса Бурмистрова, будет вами рассмотрено. У меня еще следующий порядок вопрос. В этой весной соревновательный сезон закончен, окончен или будет продолжен? Продолжен. 9 мая, в Дню Победы, у нас в Москве будет турнир проводиться, обязательно на нем буду участвовать. Завтра на Ешанькино турнир отъезжаем, в Абрау-Дерсо. Ну, пока, думаю, у меня планы на этом заканчиваются. Вот у тебя спортивное звание, мастер спорта по бодибилдингу, да? А в планах есть все-таки какие-то более серьезные соревнования, чем чемпионат России? Ну, на осень я собираюсь на чемпионат мира или Европы поехать, что там. Ты чемпионат мира в курсе, где будет в этом году? Ну, вот мы тебя вместе с моим напарником и партнером Игорем Копчиком встанем тебе в известность, что чемпионат мира будет в Бразилии. Правильно, Игорь? В Бразилии слабо прокатиться? Поедем в Бразилию. Ну, мы туда тоже собираемся ехать. Мы тебя поддержим и там каким-то образом. Пожалуйста, пару-тройку слов вообще о тех людях, которые тебя поддерживают, кому ты хочешь пожелать что-то хорошее. Ну, в нашем виде спорта самое важное, это, наверное, кто рядом находится с тобой и живет. То есть это человек близкий. То есть либо это у мужчины спортсмен это жена, у женщины спортсмен это муж. Потому что подготовка к страданиям это такой серьезный момент питания, психологический. И приходится от каких-то отрешаться вопросов бытовых, семейных. И чтобы этот человек, который с тобой рядом, понимал тебя. И что в какой-то период времени ты выпадаешь из жизни обыкновенного человека, да, и не можешь выполнять какие-то бытовые вопросы. И чтобы он просто с пониманием относился. Нет, поконкретнее можно сказать? Дарин, естественно, своей жене, что она... У нее есть имя. Анна Первертайла, кстати, она в этом году тоже дебютировала в категории Мисс Бикини. И довольно-таки хорошо на чемпионате России попала в шестерку призовую. Мы довольны. Ну, что я могу сказать. Большое спасибо тебе, Денис. Вот, надеюсь, что наше общение с тобой будет продолжено. Вот, и мы будем развиваться вместе с тобой. Удачи тебе и всего хорошего. Хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ